В округе утверждены получатели стипендий за выдающиеся творческие достижения. Гранты губернатора региона, которые присуждают в рамках нацпроекта «Культура», получат и юные муравленковские дарования. Диана Баймухаметова осваивает декоративно-прикладное творчество с 2016 года. Пробовала себя в разных направлениях, но больше всего, говорит, привлекает графика. Мне нравилось всегда чётко прорисовывать детали, ну, в общем, прям мелко так работать над рисунком. Творчество для художника – это возможность выразить себя, говорит юная художница. А развивать потенциал помогает участие в конкурсах. На её счету уже есть городские, всероссийские и даже международные творческие состязания. Диана – очень творческий ребёнок, талантливый. Когда она ко мне пришла, я сразу увидела какой-то такой своеобразный стиль. Талант её многогранен. Она проявляет себя и в живописи, и в графике, в различных техниках. Диана только начинает свой творческий путь, но уже наравне с именитыми художниками может похвастаться персональными выставками, на которых представила более 50 своих лучших работ. Вспоминает, перед первой выставкой с трудом справлялась с волнением. Всегда, когда такие мероприятия, боишься прям сильно сначала. А когда это проходит, причём ещё быстро так проходит, а после этого, после выставки, уже была такая радость, что вообще состоялось такое мероприятие персональное прям же. Она уже задумывается о будущем, планирует обучение в колледже искусств, а стипендия губернатора станет неплохим подспорьем для реализации творческих планов. Ну, это такая достаточно серьёзная награда, и она говорит о том, что все годы обучения прошли не зря. Связать свою жизнь с искусством планируют и воспитанницы отделения живописи Алина Смирнова и Анастасия Мартынова. Их также объединяет участие в конкурсной деятельности. За 2020 и 2021 год они поучаствовали более чем в 15 мероприятиях выставочного и конкурсного характера. Например, Мартынова Анастасия заняла в шести международных конкурсах призовые места. А Смирнова Алина также отмечена благодарственными письмами учредителей выставок и участвовала тоже в международных конкурсах с победами. «Я начала рисовать буквально с пелёнок», – шутит Анастасия. В детском саду и школе рисовала мультипликационных персонажей. Чуть позже начала набрасывать портреты, пейзажи. А когда начала обучение в детской художественной школе, выбрала единственное любимое направление – живопись. «Я очень люблю свет. Я считаю, что цветом можно передать настроение, характер рисунка. И я думаю, что живопись, оно как-то более… уже само за себя название говорит». Вдохновить художника может любая мелочь. Чашка кофе на столе, луч солнца за окном, кошка, свернувшаяся клубком на коленях. «Или, допустим, хорошие воспоминания о чём-то. Сразу появляется настроение создавать что-то новое». Алину Смирнову с кистями и красками познакомил дедушка. Он не только умело занимался творчеством сам, но и с удовольствием обучил внучку о замживописи. В художественную школу она пришла уже с немалым багажом знаний. «Я люблю работать красками, мне нравятся техники, всевозможные работы с красками, также история самого направления». Среди талантов, которые получат губернаторскую стипендию, и воспитанники школы искусства «Муравленко». Это Виктория Швецова, Полина Хохорина, Сабрина Хаджаева. В этом году Сабрина стала обладательницей бронзовой медали «Дельфийских игр России» в номинации «Эстрадное пение». Ее необыкновенный, выразительный, альтовый голос звучит на многих городских концертах и уже не раз покорял вершину вокального мастерства в регионе и в стране. Она обладатель гран-при международного конкурса «Вершина творчества». Дважды бронзовый призер молодежных «Дельфийских игр России». Для Сабрины премия за высокие достижения – это серьёзный подарок за старание и труд. Воспитанница школы искусств уже 9 лет изучает музыку и, как истинный артист, отдаётся есть полна. Я очень обрадовалась, когда узнала, что получила грант от губернатора и благодарна, что он заботится о талантливых детях. Конечно, каждый конкурс даётся по-разному. Какой-то сложный, какой-то нет. И для каждого нужны разные усилия, но чаще всего, что трудные. Сабрина окончила ДШИ по классу эстрадно-джазового вокала, а сейчас пополняет багаж знаний в классе профориентации по программе «Созвучие». Так же, как и 9 лет назад у своего бессменного педагога Галины Иваненко. «Просто поменяли местами, и мы теперь уже не учитель, ученик. Я считаю, что мы уже большие коллеги. Меня греет душу то, что ребёнок смог реализоваться. Это же очень важно в том виде творчества, в котором я с ней, которое я ей привила, которое я в неё влюбилась, заставила влюбиться в этот вид творчества. И когда счастливы дети, естественно, преподаватель тоже счастлив». Все стипендиаты, призёры и лауреаты международных всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей из 44 кандидатов со всего округа, 30 лучшим, за индивидуальные творческие достижения этого года назначена стипендия главы региона. Она выплачивается ежемесячно в течение всего календарного года. Юлия Лучникова, Анна Мария, Сергей Лукович. Новости Муравленко.